В уходящем году была проделана большая работа по укреплению правопорядка и повышению эффективности антитеррористических мероприятий. Тем не менее, к любой ситуации надо быть постоянно готовыми и противостоять попыткам дестабилизировать положение. А это возможно лишь объединив усилия. В своем послании 4 декабря текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал четкую характеристику времени и условиям, в которых мы с вами сегодня живем. Поэтому были названы сложные задачи, которые сегодня стоят перед нами, особенно в сфере национальной безопасности. Дестабилизировать ситуацию пытаются антироссийские силы. Им очень не нравится то, что мы имеем сегодня. Основной наш фактор – это сплоченность общества в государстве. Им очень не нравится то, что мы сегодня движемся вперед. И то, что в стране есть, еще раз повторюсь, единение и, самое главное, солидарность. Солидарность общества проявляется и в вопросах противодействия преступным проявлениям. За последнее время простые граждане стали выражать готовность помогать власти бороться с террористами. Уже практически все понимают, что насколько бы сильны не были сегодня силовые структуры, самостоятельно с этой угрозой, они справиться не смогут. Только поддержка общества, поддержка каждого гражданина, проживающего на той или иной территории. Важность обсуждаемого на совбезе вопроса, несомненно, для Анапы как города-курорта безопасность жителей и гостей задача приоритетная. Рассматривать ее необходимо комплексно, не только с точки зрения обеспечения правопорядка, но и создания условий для бесперебойной работы всех коммунальных систем и объектов. Новогодние каникулы на курорте пройдут насыщенные многолюдно торжества в городе и сельских округах, массовые мероприятия на сценических площадках и в здравницах Анапы. Праздничное богослужение в храмах. И запоминающимися они должны стать только с положительной стороны. С 28 декабря по 12 января личный состав полиции курорта будет переведен на усиленный режим работы. Об этом доложил заместитель начальника отдела МВД России по городу Анапа Андрей Раб. В целях обеспечения правопорядка и безопасности в период проведения новогодних рождественских мероприятий в отделе МВД по городу Анапе утвержден и выполняется комплекс организационных и практических мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. План согласован с администрацией. На период подготовки празднования Нового года Рождества Христова будет задействовано 170 сотрудников, 120 представителей общественных организаций. Будет использовано 20 металлодетекторов. На случай осложнения обстановки ежедневно будет создан резерв в количестве 20 сотрудников одной единицы транспорта. Глава курорта потребовал не ограничиваться только лишь проверкой транспорта, а дополнительно провести четкий инструктаж водителей, задействованных в перевозке детей, и тщательно проводить их медобследование. Обеспечение пожарной безопасности в период новогодних праздников – еще одна важная задача. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности города-курорта Борис Чичкало рассказал о контрольных мероприятиях, призванных исключить пожары во время проведения массовых праздников. Так во всех учреждениях культуры и развлекательных заведениях проходят проверки, и если выявляют нарушения в обеспечении пожарной безопасности, контроль сохраняют до полного их устранения. Хотелось бы несколько советов дать конкретных, что необходимо делать, когда готовишься к празднованию Нового года и рождественских праздников. А именно, ну это, во-первых, места установки елок и их, будем говорить, наряжание. Запрещается наряжать елки сгораемыми игрушками, горючими материалами и применять не сертифицированные гирлянды. Особое внимание хотелось бы обратить на применение пиротехнических изделий. Здесь рекомендации более настойчивые, которые необходимо выполнять. А именно, приобретать эти пиротехнические изделия просто запрещается и опасно для жизни в местах, не отведенных для этой цели. То есть специализированные магазины. При приобретении пиротехнических изделий покупатель должен потребовать у продавца сертификат на пиротехническое изделие, а также для каждого пиротехнического изделия должна быть инструкция по его применению на русском языке. Категорически запрещается применять пиротехнические изделия в закрытых помещениях. Никаких фейерверков, никаких петард, никаких, будем говорить, огненных дождей. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев доложил, сформированы аварийные бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием для проведения экстренных аварийных работ. В санитарной очистке Анапы будет задействовано 28 единиц спецтранспорта. На случай неблагоприятных погодных условий предусмотрено выделение дополнительных сил и техники.